Штадионные тренировки по нормативах спортивного шматборья, перемога, присвеченная родным, и присяга на завжды заставаться верным обранной справе. У Гомеля супрацовники Министерства внутренних справ прошли квалификационное выпробование на право ношения черного бирета. Про тех, кто доказал свое право быть элитой милиции, репортаж Натали Капрыленко. Специальное выпробование сярод супрацовников органов внутренних справ на право ношения черного бирета, как правило, проводятся каждые полгода. На восемьскую квалификацию подали заявки шесть претендентов. Двое супрацовников Департамента выконания покарания и супрацовник патрульно-постовой службы не прошли первый этап выпробования в физическую медицинскую подрыхтовку. На основный этап марш-кидок по пересеченной мясовости, стрельбу и контактной бои прибыли трое бойцов от Рады милиции особого призначения. Сотрудник очень быстро перемещается с одного рубежа, на другой рубеж. То есть физическая подготовка, потом быстро на тактическую медицину, потом на марш-бросок, потом на огневую. Это настолько динамично. Физически он готов, а уже непосредственно психологически, где-то он переговорил, переволновался, не подготовил экипировочку. Это все быстро-быстро и не справляется. Как такового сложного этапа нет. Сложные этапы все. Надо самое главное справиться с собой. Победишь себя, будешь непобедим. Бойцов чакал кросс до ужиней у 8 километров. Бегче треба с автоматом и с нараджением газодымовой обороны. На шляху так званые пастки. Это участки с огневыми перешкодами. Оттягивали увагу бойцов и ускладняли ситуацию от вольной выбухи и стрел из разных боков. Один из бойцов пройти этот этап не смог. Звычайной причиной для признания поражения лечится великое отставание на маршруте. И вот под шумные выключи Сяброу и коллег. Двоих претендентов сустракают на черговом этапе. Стрелковым рубежи. Тут разлик на то, что человек парадком вымотался и бойцу спотребится додатковая концентрация для попадания у цель. Але кожный из хлопцев справляется с поставленной задачей. И вот они уже не коллеги по выпробовании, а соперники у спаррингу по рукопашным боям. Только одним поединком квалификация на черный берет не завершается. Кожный из бойцов вытремливает еще по два спарринги с теми, кто не удельничал у выпробованиях. Финал вельми эмоциональный, а леголовное – результативный. Это парни, которые отучились в учебном центре МВД Республики Беларусь. Мы их подбирали сами, они пришли на общих основаниях из числа гражданской молодежи. Парни доказали мужественность свою, свое чувство стремления, свое чувство воли к победе. Один из переможцев Иван Маскалев еще не усведомляет, что отстоял свой заповедный черный берет. Первое, что вырывается у него на камеру, вельми хочет передать приветание своей маме. Мама, передай привет. Я тебя люблю, ты у меня самая лучшая. Сейчас на бою уходил. Такое ощущение было, когда в армии часто в боях тоже. Ну, бралось такой, адреналин берет. И думаешь, по сравнению с боями марш показался раем. Думаешь, как бы еще чуть-чуть пройдет дышка, только не опускай ты рук, братишка. И еще один переможца, Яуген Рэбика, у долгий час займался вольной боротьбой. Был навод членом национальной команды. Однако зараз никольки не шкодуя, что покинул спортивную карьеру и стал працовать у милиции. После вольной борьбы так сложилось, пришлось работать. Выбрал вот это подразделение, так как считаю, что это очень достойно. И я горжусь, что именно меня сюда взяли, я прошел все эти испытания. Для меня это очень, как говорится, серьезно и достойно. Теперь молодшие сержанты, переможцы вы пробованию смогут по праве лечиться элиты и милиции и навод допомогать, тренироваться тем, кто может и больше часу служить у структуры, але немая черного бирета. Наталья Каприленко, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».